Начинаем. У нас возникла идея провести вот эту встречу в таком виртуальном кабинете не случайно. Нам хотелось бы, во-первых, рассказать вам про цифровой регион, про нашу организацию, про те проекты, в которых вы приняли участие, ну и рассказать о том, как эти проекты будут реализовываться. Итак, наш учебный год начался с того, что в ваши колледжи поступили звонки от нас, от моих коллег, и поступила информация о реализуемых образовательных программах. Я вас хочу в первую очередь поблагодарить за то, что вы откликнулись на наш призыв, что вы не сидите пассивно, а принимаете участие в этих начинаниях, которые для нашего региона очень-очень важны. Давайте я чуть-чуть расскажу про то, что это за организация цифровой регион, чем мы занимаемся и про те проекты, которые мы реализуем. В 2018 году наш губернатор объявил реализацию новой программы «Цифровая экономика». Это огромная, мощная программа, которая затрагивает, ну, наверное, все сферы человеческой жизни, все сферы жизнедеятельности. И, естественно, образование, как флагман, наверное, всех мощных социально-экономических процессов, является одним из первых элементов, которые ждет реформирования. Наш цифровой регион был организован именно для того, чтобы продвигать в Рязанской области основные проекты по цифровизации. Как я сказал, первые проекты в основном это проекты образовательные. Это проекты, касающиеся подготовки государственных и муниципальных служащих, умения их работать с большими объемами данными, проект школы ЦДО. Это проекты кадров Рязанской области, которые обобщают информацию о специалистах, которые живут в Рязанской области, о тех их умениях, которыми они обладают, и возможности развития этих специалистов совместно с развитием Рязанской области. Это проект, в котором участвуют наши и самые молодые поколения, и наше самое старшее поколение. Дети учат. Между прочим, этот проект недавно занял третье место по всей Российской Федерации из цифровых проектов. И, естественно, вот этот проект, в котором вы приняли участие, это Центр опережающей профессиональной подготовки. Центр опережающей профессиональной подготовки достаточно широкое понятие, и оно используется как и в терминологии WorldSkills, так и в терминологии развития цифровой экономики в Рязанской области. Что это за проект, который двигает оно в цифровой регион? Для нас очень важным является то количество IT-специалистов, которые есть в нашем регионе, работают в экономике Рязанской области. И хотелось бы, чтобы это были передовые специалисты, специалисты по программированию, специалисты по безопасности, по сетевому взаимодействию, ну и, в общем-то, во всех сферах информационной деятельности. Но все прекрасно понимают, что специалисты не возьмутся ниоткуда, с потолка, да? Этих специалистов надо готовить. И одной из важнейших задач сейчас в рамках развития и образования, и цифровой экономики Рязанской области, является развитие системы профессионального образования. ВУЗы работают в системе, которая подчиняется большому нашему министерству, Министерству образования Российской Федерации. И как бы вмешиваться в их образовательную программу очень сложно. Да и как бы у нас пока нету такой задачи. А вот участвовать в развитии колледжа Рязанской области нам хотелось бы, и у нас есть такая возможность. Губернатор предложил двигаться по следующему направлению. Мы выбираем те IT-направления, те IT-специальности, которые считаются наиболее востребованными. В свое время, в начале 2019 года, было проведено анкетирование среди преподавателей. Было выбрано такой пул профессий, направления, специальности, по которому наши дорогие преподаватели хотели пройти повышение квалификации. Собрав вот эти вот наименования образовательных программ, мы задались вопросом, а кто их будет реализовывать. Естественно, наше руководство, руководство области, сказал, только самые лучшие специалисты. Выбирайте, отбирайте, вот вам самые, как бы, продвинутые образовательные школы, как Geekbrains, как Металлогия, как Специалист, ну и много. Школа Касперского, много вот этих вот школ, которые мы пригласили в этот проект. Далее мы попытались оценить их образовательные программы, и насколько они могут быть адаптированы под нужды образовательных учреждений, под те знания, которыми обладают преподаватели колледжей. Некоторые программы мы отсеяли, например, центр специалист попросил у нас, вернее, было их требование, то, чтобы все преподаватели знали английский язык на достаточно высоком уровне. То есть вы понимаете, как бы для нас это требование, ну, которое мы не можем выполнить, не можем гарантировать и так далее. Вот потихоньку, полигоньку формируется объем вот этих вот образовательных программ, которые мы считаем полезными, нужными, и эксперты соглашаются в нашем мнении. Вот эти программы были предложены вам, наши преподаватели, в виде анкет. В начале сентября вам на почту пришли анкеты. Мы обзванивали вас, моя помощница Марина, вы, наверное, все ее прекрасно знаете. Она находится со мной рядом. Да, Марина Геннадьевна Ивакина. Чей голос вы слышали в своих телефонах с просьбой заполнить анкеты, выслать соточняющую информацию. Это вот именно она. Собрав вот эти анкеты, собрав ваши пожелания, мы опять же начали диалог с операторами образовательных программ именно на возможность реализации этих программ в нашем регионе. И сейчас мы сформировали понимание о том, что это будут за программы, кто их будет реализовываться и в какие сроки они будут реализовываться. По программам у нас тут получилось небольшое объединение и вместо пяти предложенных программ мы будем реализовывать четыре. Давайте их назовем. Это программирование на языке, как его все называют, питон, правильно вроде бы произносится, поэтому это системное администрирование, это безопасность. И далее мы объединили два курса, это веб-разработка и джанга. Вот те, кто у нас записывались на джанга, а их оказалось всего три человека, мы попросили объединить оператора, опять же, образовательных программ, нотологию, и подготовить для нас курс веб-разработчик со знаниями джанга. Вот этот вот курс в скором времени вам будет предложен. О том, что нас ждет в ближайшее время, да, и как будет выглядеть наше с вами обучение. Первое, что мы запускаем из курсов, это язык программирования Python. На него пришло больше всего заявок, и как бы мы, пускай не обижаются, остальные выбрали его как приоритетное направление. Всем, кто записывался на этот курс, пришла на почту такая небольшая анкетка, которую оператор курса нотологии просил заполнить. Для чего? Для того, чтобы определить те знания, которые есть на данном этапе. Мы просили никого не лукавить, не выискивать в интернете ответы, потому что нам надо понимать, вот какой начальный уровень. Определив этот начальный уровень, мы утвердили образовательную программу по вот этому языку программирования, которая начнет реализовываться с 14 октября. Я вас прошу внимательно, заходите на те почтовые ящики, которые вы предоставили нам, для того, чтобы отслеживать поступающие от нас и от образовательных учреждений, которые будут реализовывать дополнительные программы, информацию. Им тоже интересно знать, кто вы, что вы, какие дисциплины преподаете, какие приоритетные направления у вас могут быть. Например, вот сегодня для нас, к нам пришел запрос, опять же, от той компании, которая разрабатывает разрабатывает образовательную программу, что бы мы хотели видеть в курсах по веб-разработке. Пришла просьба, какие, вот пообщайтесь с преподавателями, какие бы разделы хотели бы они включить в курс по веб-разработке. Вот с этой просьбой мы к вам сегодня и обращаемся. У вас есть наш адрес электронной почты, если есть какие-то конкретные пожелания, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот первая задача это веб-разработка, состав курса. Есть у кого-то какие-то темы, которые хотели бы услышать, пожалуйста, вышлите. Мы, опять же, пересылаем это все разработчику образовательных программ, и образовательная программа строится именно на основании этих пожеланий. Как будет происходить обучение? Вернусь, опять же, к этому вопросу. Все обучение у нас будет происходить дистанционно. Вы все из разных районов, тут есть и представители города Рязани, и представители других районов, и Кадом с нами на связи, и Михайлов, ну и много, всех перечислять не буду. И я прекрасно понимаю, что у всех семьи, у всех работа, и вырваться даже на один-два дня там в Рязани или в Москве, но достаточно бывает проблематично. У нас будет все наше общение происходить с нашими наставниками, коучами дистанционно. К каждому будет прикреплен эксперт. Вы сможете ему задавать вопросы, которые вас интересуют в любой момент. Будут проходить такие же вебинары, наподобие того, что проводится сейчас эксперт, начитывают некий лекционный материал, высылают по адресу электронной почты, практические задания, смотрят, как вы их выполняете, и только после этого движется дальше. Основное требование к операторам образовательных программ это, конечно, конечный результат. Чтобы те, кто желает освоить, могли действительно освоить. Естественно, такого не будет. Вы знаете прекрасно сейчас полно учебных центров, которые дают вам доступ в личный кабинет, в личном кабинете текстового материала. В конце какой-то загадочный тест вы его проходите, получаете некое количество баллов, и через некоторое время прилетает удостоверение о повышении квалификации. Нет, такого не будет, потому что это, естественно, шарлатанство. А нас интересуют ваши компетенции, ваши знания, и тот конечный результат, который вы получите. И вы, и регион в вашем лице. Курсы будут проходить, и мне, по крайней мере, хотелось, как руководителю этого проекта, чтобы курсы проходили в постоянной взаимосвязи с вами. То есть все вопросы, которые вас волнуют, чтобы они задавались, не откладывались в долгий ящик. Для нас тоже важно определиться с теми образовательными учреждениями, которые максимально отвечают нашим запросам, вашим запросам. И если, допустим, нас что-то не устраивает в реализации образовательной программы, чтобы мы могли прекратить, допустим, договор с этим образовательным учреждением дополнительного образования, и переключиться либо на нового оператора, либо, по крайней мере, вовремя повлиять на реализацию образовательной программы. Ну, в общем-то, вот из общих вопросов все по тому, что есть. У вас в уголке экрана слева есть чат. Если возникают какие-то вопросы, я вас прошу, задавайте, пишите, мы все это сможем обсудить вместе. Теперь я хотел бы немного рассказать о том, что ждет вас именно как участников. Несколько общих фраз. Общаясь с руководством и Министерства образования, и людей, которые курируют эти процессы со стороны нашего учредителя Министерства промышленности, мы видим, насколько регион заинтересован вас, наших наставников. Вот региону на Министерство образования хотелось бы, чтобы в каждом районе, в каждом населенном пункте был некий наставник, вокруг которого можно было бы строить образовательную систему. то есть человек, который способен транслировать свои знания. Вот эти вот курсы, которые мы сейчас начинаем реализовывать, они, ну, мягко говоря, не дешевые. Поверьте, регион вкладывает очень серьезные средства в том, чтобы это были лучшие эксперты, лучшая образовательная организация, лучшие программы и те программы, которые дают конечный результат. вот регион просит, чтобы человек, который пройдет, наш наставник, он мог транслировать свои знания, то есть он становился полезным для региона. Но подумайте, действительно, вкладывайте большие средства, я не буду называть цифры, но они значительны, в формирование вот этого образовательного резерва и не воспользоваться им, ну, это было бы неправильно. и поэтому вот в рамках нашей встречи мы пригласили эксперта, с которым работает наша организация, оно цифровой регион, которого мы приглашаем для оценки тех мероприятий, которые планирует Центр опережающих профессиональной подготовки, Марина Евгеньевна Ларина. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо, Алексей Владимирович, что предоставили мне возможность участвовать в этом мероприятии. Я здесь сейчас выступаю, но в качестве некоторого консультанта по порядку, скажем так, реализации вот этих вот индивидуальных траекторий повышения квалификации преподавателей IT-дисциплин. Так получилось, что с цифровым регионом мы уже сталкивались в одном успешном проекте, поработали, и вот сейчас в качестве небольшого консультирования хотелось бы добавить некоторые пояснения по вашему участию в этом проекте. Дело в том, что много лет я преподавала спецдисциплины на IT-специальностях в колледже и также поработала и в ДПО, то есть в нашем РИРО могу оценить, насколько сложна проблема повышения квалификации преподавателей именно IT-дисциплин. Но вы прекрасно понимаете, что преподаватели, допустим, предметники, как их часто называют, все-таки имеют больше возможностей для повышения своей квалификации, плюс ко всему не так стремительно меняется материал, который они должны давать детям. IT-отрасль развивается очень стремительно, и это уже не просто какие-то помпезные громкие фразы, это уже жизнь, неотъемлемая часть нашей жизни, об этом даже не стоит говорить, и развитие технологий, а тем более стремление региона перейти на вот эту всеобщую цифровизацию заставляет в том числе преподавателей действительно очень быстро развиваться и успевать за этим прогрессом. Как правило, курсы, конечно, бывают разные, если это серьезные, дорогостоящие курсы, где действительно можно получить качественную квалифицированную подготовку и материал, то это обязательно отрыв от производства, обязательно, скажем так, потеря часов преподавательских и прочее, прочее. Если же это дистанционные курсы, то очень часто бывает, что это, ну, к сожалению, невысокий уровень качества, либо сам материал не удовлетворяет тому развитию технологий, которые хотелось бы. Поэтому действительно проект вот этого центра опережающей подготовки, наверное, ставит очень амбициозные задачи дать возможность преподавателям IT-дисциплин пройти курс повышения квалификации, вроде бы, с одной стороны, без отрыва от своего основного места работы, с другой стороны, качество этих курсов как бы предполагается будет очень высоким с наилучшими экспертами, с возможностью чуть ли не круглосуточной помощи экспертов от компаний, которые будут проводить эти курсы. Что дает преподавателям вообще участие именно вот в этом проекте? Ну, конечно, это действительно повышение квалификации по узкой какой-то специализации. Были выбраны четыре базовых основных направления, наиболее актуальных это информационная безопасность, программирование, веб-разработка и стилотно-истрирование. Кроме того, это дистанционная форма, основное достоинство, достаточно сжатые сроки, то есть не растянутые там на полгода и больше. Ну, и, конечно же, то, что все-таки курсы платные, они качественные, но оплата ложатся не на плечи учебного заведения, конечно, не на самих преподавателей, а в этом заинтересованы регионы. Однако участие преподавателей в этих курсах предполагает, конечно же, и некоторую отдачу, да, то есть обязательность выполнения некоторых шагов. То есть еще раз хочется подчеркнуть, да, вот именно основной вопрос, скажем так, консультирования в рамках этого проекта, то, что Центр опережающей подготовки не ставит первоочередной задачей исключительно только повышение квалификации преподавателей, а это долгосрочный проект, который представляет собой ожидание результатов, когда преподаватели, пройдя курсы повышения квалификации, должны будут разработать некоторый материал по одной выбранной тематике, в результате чего появится уже регионально разработанный курс, адаптированный для наших студентов, для нашего региона, размещенный на электронной площадке Университета правительства Рязанской области. И уже вот этот материал вы, как отучившиеся наставники, сможете дальше действительно ретранслировать на своих учеников, на других преподавателей своего учебного заведения, преподавателей близлежащих учебных заведений, то есть каждый преподаватель, прошедший повышение квалификации, получает статус наставника и далее будет участвовать в этом проекте в трансляции знаний далее. Таким образом, проект действительно долгосрочный, который предполагает выполнение некоторых условий и всем участникам проекта будет наверное предоставлена более подробно еще дорожная карта, что и в какие сроки от них ждут и хотят получить и увидеть. Можно я немножко включить наш такой разговор? Я просто смотрю в чате у нас появился вопрос. Добрый вечер. Я хочу понять, что у нас будут отличаться. Я читаю как написано. Я как понимаю вопрос, если это не так, поправьте меня. Чем будут наставники отличаться от преподавателей, которые работают в системе СПО? Для системы СПО по большому счету ничем не будут отличаться, но для региона это совершенно другая история. Вот сейчас о чем говорила Марина Евгеньевна, вы проходите образовательную программу, вы обучаетесь. Далее вам будет предложено провести такую трансляцию своего опыта и на студентов и попробовать разработать в электронном университете небольшой такой блок по пройденной теме. Если опыт этот будет успешный, то взаимодействие с электронным университетом правительства Рязанской области будет построено на постоянной основе и эта основа финансируется отдельно, оплачивается отдельно, каждый разработанный курс стоит определенных денег и по крайней мере по тем людям, которые формировали у нас курс, у нас вопросов по оплате никогда не возникало. Далее участие во всех региональных программах, то есть Министерство образования со своей стороны продвигает участников нашей программы именно как региональных наставников. В чем это будет выглядеть? Либо в бальной системе это будет прибавка в балах, да? Я единственная из-за этого часть не могу говорить, но было произнесено на самом высоком уровне, что мы должны обеспечить, чтобы преподаватели, получившие знания в системе Центра опережающей профессиональной подготовки, не уехали в другой регион и не транслировали знания там. Мы должны заинтересовать своих преподавателей финансово. Это было произнесено, как я вам сказал, с самых высоких требований. Поэтому я думаю, заинтересованность региона будет не только связана с максимальным задействованием, а и с финансовым стимулированием тоже этих преподавателей. Я надеюсь, я правильно понял вопрос и ответил на него. Марина Евгеньевна, я вам передаю слово. Собственно говоря, я уже все сказала, то есть как бы сейчас предстоит работа по некоторой оценке тех программ, курсов, которые предоставят операторы, планирующие курсы к проведению. Необходимо оценить, скажем так, объем, сложность, уровень, найти ту золотую середину, чтобы материалы, которые вам будут даваться в качестве курса повышения квалификации, действительно отвечали и современным требованиям, и запросам, и тем фугосам, по которым вы учите студентов, то есть наиболее оптимальное соотношение, скажем так, сложности, объема и качества. Дорогие друзья, есть еще вопросы? В чате я пока не вижу. Хотел обратиться к вам с просьбой. Ну, вот этот показатель трансляции опыта, он для нас как бы очень важен. Вы работаете с определенным контингентом, у вас есть свои группы, у вас есть студенты, которые посильнее, студенты, которые послабее. Вот у меня просьба к вам такая. Давайте вот сейчас определимся и найдем двух студентов в вашем окружении. с кем можно было бы работать и как бы оценить, насколько им доступно знание, как они понимают, то есть кого-нибудь из сильненьких студентов. если есть такие две фамилии, у меня большая просьба выслать нам на почту. Мы тоже включаем в наше мероприятие, это уже параллельная история с вашим обучением, но вот это направление есть, мы тоже по нему будем двигаться. Нам не хотелось бы брать наугад кого-то из вашего контингента, мы же не знаем так хорошо их, как знаете их вы, и хотелось бы работать с сильными студентами, я думаю, вам это более приятно, и толку от такого общения будет больше. Наши показатели, которые есть на области, есть на региональной системе образования, это выход на 3000 IT-специалистов к 2021 году. Эти показатели утверждены, о них губернатор сказал на федеральном уровне, и соответственно от этих показателей мы никуда не денемся. Мы должны будем выпускать 3000 IT-специалистов каждый год, начиная с 2021 года. Поэтому мы должны готовить и преподаватели, мы должны готовить и наших студентов и смотреть насколько они воспринимают те знания, которые вы транслируете. Так, я прочту в чате вопрос Алексея все видят. Сложно удержать будет людей, прошедшие обучение, тема, которая, ну, я как понимаю, более уже поднималась, зарплата до специалиста знающего питон на хэтхантере мы все видели, вот, и вы знаете, как я скажу, допустим, специалист, который знает пайтон, он может спокойно жить в Рязани, в Рязани транслировать своего опыта в образовательном учреждении и на фрилансе работать на пайтоне. Что это ему даст? Даст московскую зарплату с рязанскими целями. Эту историю мы уже проходили. А Рязань получает тот опыт, который ей необходим. По графику занятий. Все занятия будут проходить в вечернее время. То есть мы вначале определили время в 17.30. первое как у нас сказал начиная пайтон нотология у всех там по-моему 20 человек у нас записалось будет возможность высказать свое мнение по началу занятий на установочном вебинаре то есть они подстраиваются под нас не мы подним но естественно как бы надо будет прийти к компромиссу далее каждое занятие у вас будет храниться около месяца в личном кабинете то есть вы можете обратиться посмотреть пересмотреть если что-то непонятное у вас должна быть постоянная связь с экспертом не смогли присутствовать на занятии связались спросили уточнили выполняете домашнее задание не получается связались спросили опять же уточнили но мы планируем вот вебинары на вечернее время так по срокам обучения вот сам курс в пайтон в металлогии он длится 4 месяца да 4 месяца все правильно мы обратились чтобы эта история не была столь долгой и сделать разработать под нас курс полтора месяца привлекли они под это экспертов которые работают разрабатывают программное обеспечение банк открытия то есть там одновременно работают и методисты которые соответственно объясняют программистам как преподать то или иное понятие как его именно да ну чтобы обучение у нас было эффективно максимально вот этот вот курс разработан вот мы начинаем с 14 октября ну и где-то на полтора месяца то есть что у нас там получается ну где-то в конце ноября значит мы будем видеть уже итог этих занятий так все что нужно записать на веб разработчики уроки начинается 30 сентября вот это высказывание я не очень понял у нас каждый курс будут начинаться отдельно потому что тут даже не вопрос как запустить эту образовательную программу а вопрос в том чтобы ее сделать именно адаптированной мы не берем готовые продукты вот и мы не берем готовые продукты мы просим чтобы это было именно адаптированная под нас образовательная программа то есть взять программиста который из года в год работает с каким-то языком и которым потребовались знания это одна история при этом многие ведут курсы на английском нас тоже не очень это устраивает поэтому у нас полностью адаптированная программа вот есть ли еще какие-то вопросы уважаемые коллеги Юрий Николаевич нам подсказывает что есть возможность задать вопрос голосом и активный микрофон сразу активизирует как бы участников выводить на центральный экран ну уважаемые коллеги мне кажется вопросов нету Алексей да пожалуйста да добрый день слышно меня да замечательно вас слышно очень хорошо вопрос состоит собственно вы меня чуть-чуть не поняли я сам себе купил курсы веб-разработки после этого уже когда вышли на работу с отпуска пришло письмо вот с этими курсами есть ли возможность ну я выбрал питон потому что он нужен важен то есть это хороший стакт технологии но если я сейчас буду изучать и веб-разработку и питон это обеспеченная каша в голове есть ли возможность перейти с одного на другой то есть я выбрал питон можно ли переключиться на веб-разработку опять но если вы считаете что она вам нужна то да она не то она нужна естественно потому что вы сказали что вроде бы по веб-разработке уже прошли курсы сейчас а сейчас смотрите я вас понял пожалуйста просто нам нужно обращение по почте чтобы оно было зафиксировано напишите что вот я хочу изменить свою заявку с такого курса на такой курс и мы вас перекинем никаких проблем нет и вот сейчас мы я вам тоже расскажу чуть-чуть сейчас мы вот запускаем нашу историю из четырех вот этих вот направлений но я тоже попрошу вас наши дорогие преподаватели подумать о тех направлениях которые вам лично вам были бы интересны вот эти заявочки мы тоже сейчас постараемся от вас собрать это может быть графика если веб-дизайн то какой чтобы была конкретика и если нам это утвердят а в большинстве случаев нам это утверждать мы для вас можем заказать индивидуальные курсы и не только это а индивидуальные курсы именно в том образовательном учреждении которое вы выберете нужен гиг брейнс будет гиг брейнс нужна металлогия нужен специалист будет специалист это пауманка и так далее вот у нас как бы вот это сейчас это вход наш чтобы стать классными айти специалистами далее мы продолжаем развиваться единственное вот эти заявочки тоже вы высылаете нам на почту либо звоните по телефону озвучивайте мы выносим их на совет вы сами понимаете бюджетные средства как бы в одно лицо тут решение не примешь вот мы выносим на совет совет нам утверждает Иванов такой-то период мы можем профинансировать такие-то курсы в таком-то образовательном учреждении по образовательному учреждению они тоже делают запрос смотрят чтобы там были все документы лицензии и так далее вот чтобы она укладывалась вот на нашу систему но по большому счету вот для наших преподавателей мы можем организовать любые курсы так есть ли еще вопросы если возникнут после нашего вебинара какие-то вопросы давайте опять почта мы как бы у нас каждый день начинается с просмотра с ответов если что-то не получается на почту телефон мой внизу всех писем есть это он включен 24 часа в сутки я с удовольствием отвечу на ваши вопросы наверное тогда на сегодня мы прощаемся большое вам спасибо за внимание тем кто подключился просьба к тем кто не подключился в записи посмотреть этот вебинар удачи до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...